Вокально-хоровой коллектив, творческое объединение Центра дополнительного образования детей из Китимского района среди других занимает особое положение. Здесь детей учат петь. Вокально-хоровой коллектив, творческое объединение Центра дополнительного образования. Это воспитанница вокально-хорового коллектива «Унисон». Гордость ее руководителя, как в принципе и любой другой ребенок, выходящий на сцену. Каждая из девчонок, посещающих «Унисон», занимает особое место в сердце Натальи Анатольевны Иванюк. Я очень довольна своими детьми, потому что дети без музыкального образования. И вот настолько хотят, наверное, поучаствовать в конкурсах и просто выступать. Но это дети все так хотят. И у нас хорошие выходы. У меня, кроме хора, из хора я выбираю обязательно солистов. Со второго класса по одиннадцатый включительно. Кто хочет ходить, они ходят прямо до победного. И если мы проходим курс, это 7 лет, программа у нас на 7 лет составлена, дети получают свидетельство об окончании такого вот кружка. То есть я думаю, что это хороший плюс в дальнейшем, если они куда-то поступят. Ну и естественно, если 7 лет петь, это уже почти первая ступенька профессионала, ну или хотя бы ближе к профессионалу. «Унисон» существует с 2001 года, уже 17 лет. Занятия проходят на базе гимназии. Этим и объясняется посещаемость коллектива. Здесь учатся петь исключительно гимназистки. Я очень давно хотела записаться на хор со второго или с третьего класса. И я решила поделиться этой идеей с Кариной, и она подхватила мою идею. Мы вместе после уроков пошли к Наталье Анатольевне и записались. Я вообще сначала не знала, и Ульяна как-то предложила, и я согласилась, и вот хожу теперь. Мне нравится. Я как бы давно хотела ходить, но я сцены боялась. Ну как бы я решилась, пришла нормально, все понравилось. Я пою в хоре, и мы сейчас вот втроем с девочками хотим попробовать спеть вместе песню какую-нибудь. Я хожу сюда третий год, мне тут нравится, потому что здесь весело. Начала ходить я как-то спонтанно. Просто я начала ходить после Ани, когда мы еще очень хорошо общались. Она сходила, ей понравилось, она рассказала мне, но я тоже решила попробовать, и с тех пор вот я хожу. На репетиции хоровики и вокалистки собираются по субботам. Занятие длится в среднем полтора часа. Девочки работают над дыханием, над артикуляцией, над различными вокальными нюансами. Внимательно прислушиваются ко всем замечаниям и рекомендациям педагога, чтобы потом со сцены поразить зрителя своим талантом. Ну мы сначала распеваемся, просто распеваемся, потом читаем скороговорки, чтобы мы когда пели, было все четко и правильно. Потом нас учат, где как правильно брать выше ноты, как тянуть. Дыхание. Да, тоже дыхание, да. А смелость появляется при выходе на сцену, когда уже не первый раз выходишь. В первый раз, когда выходишь, страшно. Люди, их так много. Нет, каждый раз, когда выходишь на сцену, правда, страшно. Ну бывает такое то, что стоишь, ты так... Коленки трясутся. Да, ты такой... А потом как-то привыкаешь такой. Ладно, пойдем. Их мало же. Ну поддерживаем то, что вы все-таки в коллективе. Да. Это... Ну когда один выступаешь, это страшно, когда рядом с тобой стоят люди. Чего бояться? Все свои. Понимаешь, как? А вот взаимоотношения между вами? Мы одноклассницы, мы хорошо общаемся, у нас нет такого разногласия. Ну с маленькими, но... Мы с ними почти не видимся, только вот на хоре и все. Ну и так в школе иногда. Со старшей Алиной, мы с ней, как сказать, она нас знает, мы ее знаем, и все. Ну вот так пример для вас, она вот уже так делась каких-то... Да. На нее смотришь. Ты понимаешь, что можно все сделать? Да. Да. Каким человек рождается, в природе великое таинство. Он смотрит глазами прозрачными, на миг землёно и весело. И мать с невесомою нежностью, качая ребёнка, уснувшего, мечтает отдать ему лучшее, что все за своём сберегла. Вечная тема, вечная тема, вечная тема нашей любви. Вечная тема, вечная тема нашей любви. Унисон – постоянный участник в различных конкурсах. Для коллектива это замечательная возможность обменяться опытом с аналогичными творческими объединениями, вырасти в собственных глазах. Мы в том году ездили в Казань с Алиной Люкшуной, в этом году в 11 классе. Мы там взяли лауреата третьей степени. Девочка очень стремилась. Мы вчера вспоминали, как она первый год, наверное, что в 7 классе была на отборочном, на районном созвездии. Ничего не взяла. Мы так переживали. И потом она сказала, я всё равно здесь, я всё равно добьюсь, я буду лауреатом. Вот мы привезли из Казани, и в марте мы ездили, и в мае мы поехали на Всероссийский путеводная звезда. Мы уже там третий год принимаем участие, постепенно поднимаемся. Всё время у нас выше и выше звания. Мы очень активно принимаем участие в поселковых концертах. Нас приглашают, мы с удовольствием готовы. Что хором, что солистами. Всегда выручаем район. Всё время на благотворительных концертах. Сольные песни всегда на урохор. Немножко сложнее вывезти с транспортом. Но если где-то вот тут рядышком, мы всегда с удовольствием. Песни, конечно, мы стараемся подобрать тематика патриотическая, тема дружба. Ну, такие, которые вот всегда будут актуальны на любых мероприятиях. Ни одна путёвка в жизнь была получена в унисоне юными песцами. Вырастая и разлетаясь по свету, все они бережно хранят в воспоминаниях время, проведённое здесь. У нас есть гордость наша. Это Тамара Сохарева, которая проходила со второго класса по одиннадцатый. Это вот у нас, наверное, Алина Люкшина, вот такой ещё старожил. И Тамара закончила НОКИ. Ну, она хоровое отделение, но всё равно ей это пригодилось. Всё время вспоминает, мы с ней общаемся. А сейчас учится в консерватории, тоже преподает уже. Всё время на созвонке. Ну, Даня Толлина, как вы там сидите? Вообще это так невозможно работать. Ну, я рада, что она выбрала эту специальность, потому что все уже тут, не знаю, местная звезда, наверное, была, пела всё время. Вот Алина, у меня в этом году уходит человек, наверное, семь. Девочки заканчивают девятый класс, и многие уходят после девятого. Но всегда говорю, приходите, по субботам собираемся, приходите, будем работать, будем выступать, какая разница. Будем продолжать работать. Все в унисоне начинают с хора. Когда по соседству слышится много голосов, и свой подать не страшно. И уже потом, спустя время, преподаватель среди этого многоголосья выбирает солистов. Первые два года я пела в хоре, а сейчас пробую соло. Ну, как вот немножко расскажи, отличаются ощущения? Да, в хоре как-то ты под всех подстраиваешься, а соло тебе нужно самому понимать, как ты должен петь. Сложно? Да, очень сложно. Ну, как первый раз я пела в ДК, и было достаточно сложнее. Потом я пела в гимназии, и уже с каждым разом все легче. Как бы у всех есть задатки, только нужно развить. Вот когда в хоре, ну, конечно, сливается, и не так слышно, где кто-то вот обманул. Ну, в этом году я делала первый раз им экзамен, можно так сказать. Я прям каждого по одному, и прям пропевали мне мелодию, я говорила на оценку, насколько спели, что доработать. А все равно в хоре подстраиваешься под другого. Это же нужно уметь слышать, и не себя слушать, а другого слушать. Когда кто-то стоит правильно поет рядом, непроизвольно уже сам подстраиваешься под это правильное пение. А я не знаю, кто хочет сольную еще петь. Вот девчонки вчера буквально у меня изъявили желание, можно мы тоже сольную, да, ради бога, конечно, можно. Работка уже есть, уже будет проще. Это, во-первых, вот смотришь, да, вот на концерты проходят наши. Кто из хора поет, конечно, они уже по-другому себя на сцене чувствуют. Они уже правильно стоят, они правильно... У нас очень много идет работы с движениями. Вот это какой-то вот кошмар маленький, начинает... Она слова помнит, начинаешь движение добавлять, она слова забывает. Или начинает движение делать, ну, и наоборот, вот так вот, все. Ну, и столько работы, конечно, очень много. Вот, но девчонки у меня молодцы, я люблю их сильно, прямо обожаю. Эта любовь взаимна. Воспитанницы ловят каждый взгляд, каждый жест своего педагога. Она для них не просто путеводитель в мире музыки. Прежде всего, добрый, отзывчивый и искренний человек. Настоящий пример для подражания. Могу сказать, что у меня очень сильная привязанность к Наталье Анатольевне, потому что она чем-то напоминает мне мою маму. Здесь атмосфера уютная, ну, да. Ну, дома делать нечего, вот едем. Развиваются. Развиваются. Как реагируют? Ну, вот лично мои родители рады. Может быть, куда-то я поступлю, может быть, это смещу. Ну, как, дальше продолжу, я хожу еще на театральный, вот как-то, может быть, все вместе сделаю. Успешность исполнителя зависит не только от голоса или умения держаться на сцене. Неправильно подобранная песня может испортить все старания донести ее до слушателя. Поэтому подбор репертуара для хора и вокалисток занимает важное место в деятельности педагога. Характер песни обязательно должен быть, потому что вот есть девочка у меня, она никак вообще быстрая нет. Вот только лирические песни. Ну, ради бога, будем лирические. Но на конкурс тогда уже нет такого выхода, допустим, всероссийский или международный, потому что там обязательно разнохарактерные песни нужны. А вот реально не идет быстрая песня. Вот у нее совсем другое. Вот с Алиной Люкшиной тоже пробовали, у нее тоже были лирические. И когда мы начали смотреть конкурсы, я говорю, ты понимаешь, надо быструю. Мы стали подбирать быструю, мы нашли. И получается, теперь любую песню даешь, она поет. Вот это большой плюс, что все, она переломила свое вот это «не хочу». И она теперь понимает, я вот так же Тамаре говорил. Мы когда ездили в Волгоград на конкурс, нам нужно было визитку сделать, и мы взяли песню Кобзона. Боже мой, для детей, это кто вообще, да, старые певцы. И я говорю, ты понимаешь, ну если ты поешь, то должна уметь петь все, абсолютно все. И вот теперь она все это вспоминает. Она говорит, ну это реально так. Потому что очень много, да, старая мелодия, и вот она сейчас идет новой обработки. А как? Все равно надо, даже если она просто будет со старым вот этим звучанием. Поэтому я тоже все время говорю, нужно уметь петь все абсолютно. И не поставить девчонки, потому что песню вкладывают не только мастерство, но и душу, чтобы слушать их тоже смог почувствовать все эмоции и сражения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!